Очередной прорыв ранней диагностики рака головного мозга. Студенты Нижегородской медицинской академии со своим исследованием получили высокую оценку на международной конференции в Азербайджане. Тема ранней диагностики онкозаболевания одна из самых актуальных, ведь ежегодно смертность от рака не снижается. Так в прошлом году в Нижегородской области скончались 7 тысяч человек. На первой стадии может абсолютно излечиться 90% пациентов. Но, к сожалению, на первой стадии рак не выявляется практически никогда. Но что самое интересное, биохимические способы диагностики являются наиболее перспективными, потому что на молекулярном уровне любые изменения в организме проявляются первыми. Именно поэтому группа студентов и преподаватели активно ищут способы раннего выявления рака на биохимическом уровне. Студентка Юлия Градыкина заинтересовалась глиомами, одним из самых коварных видов опухоли головного мозга. Их очень трудно выявить. Мы исследовали кровь 13 пациентов со злокачественными образованиями головного мозга, 7 пациентов с доброкачественными образованиями до проведения противоопухолевого лечения. И 10 пациентов, они были практически здоровы. Своеобразными индикаторами могут служить активность особого фермента крови, каталаза, а также активность свободных радикалов и антиоксидантов. Юлия начала исследовать изменения уровня этих компонентов. Результаты студентку поразили. Удивило, что при злокачественных наобразованиях параметры этих систем, они возрастают в огромное количество раз. Это было действительно удивительно. По сравнению с контрольной группой практически здоровых людей. Кстати, работа Юлии Градыкиной – лишь небольшая часть серьезного исследования по ранней диагностике рака головного мозга. Ученые Медакадемии подчеркивают, скоро новый метод будет запатентован и обнародован. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова